здравствуйте друзья внимательные зрители углядели на мне пуховик фирмы которая вообще-то производит спальники и хорошо известно ну по крайней мере для тех кто покупает на алиэкспрессе эгис макс и по при потребовали строго от меня отчета рассказать о впечатлениях без проблем рассказываю тем более что мне кажется это уже профессиональная деформация личности я теперь покупаю снаряжение только то которое мне нужно но о на это можно будет запилить хороший обзор будет контент покупаю ужас высокий fp и водоотталкивающей пропитки для пуха были долгое время прерогатива исключительно западных фирм нет ну конечно были и наши ну я не знаю например севера но это в любом случае фирмы были очень высокого ценового диапазона поэтому мы наверное и не соприкасались этим ну вот наконец-то первыми выпустили пуховик с 1000 fp фирма на черхайк которая в общем наверное такой законодатель моды у китайцев в области аудор но здесь были вопросы к этому изделию во первых это стопроцентный пуховой свитер потому что у него нет капюшона он ужасно покроен и у него ткань с ниткой 10 ден то есть ну это очень очень тонкая вещь и которую можно надевать исключительно под какую-то одежду я искал пуховик который можно носить как самостоятельную одежду и в походах и выездах загородных и просто в городе как только увидел этот модель у эгис макса сразу решил что нужно покупать какие его базовые показатели водоотталкивающий нейлон среднего размера пуховик 800 fp что выглядит значительно более реальный белый гусиный пух 95 процентов пуха 5 процентов пера это делается для того чтобы восстанавливал лучше форму держал лучше форму пух и водоотталкивающая пропитка пуха но знаете друзья поскольку у нас есть проект лаборатория куда я всех приглашаю вступать и участвовать на бусти то конечно когда я увидел водоотталкивающую пропитку когда я увидел хорошие показатели я понял что у меня загорели глаза конечно мы можем все это проверить и сегодня обязательно проверим но сначала о самом пуховике и так что за изделие это средний пуховик не короткий не очень длинный он весит для размера n 330 грамм и содержит тебе 130 для размера n 130 грамм белого гусиного пуха сам покрой вполне классический хотя мне не очень нравится линия плеч она какая-то покатая ну в общем это дело вкуса пуховик имеет два внешних кармана пуховик имеет два внутренних кармана отороченных флисом клапаны внутри в рукавах стяжки по бокам и хорошо закрывающийся капюшон давайте я покажу ну вот примерно так всегда некоторые зрители просят меня показывать полностью здесь у нас резиночки наверху резиночки нет сзади тоже ничего необычного на мой взгляд не хватает клапана внизу который бы также как на руках перекрывал поддывание снизу есть стяжки но это лучше бы клапан по размерам китаец пишет берите свой размер такой который носите обычно вообще я обычно ношу excel у меня 172 рост и 92 вес и здесь мне подошел я так прикинул дело в том что он дает таблицу и вот по таблице почему-то получалось не мой размер а 3xl так что мне пришлось взять на 2x больше чтобы получить тот размер который мне комфортен да собственно все а дальше опыт использования и тесты что касается опыта использования я его покупал как универсальный пуховик на все случаи жизни и случай жизни представился потому что я отправился в археологическую экспедицию в ноябре сначала я пытался его как-то беречь но все-таки новая покупка потом я думаю я же покупаю вещи для себя чтобы они мне служили поэтому ну окей мы едем в конце октября начале ноября в изборск на раскопки я беру с собой пригодится вот ну а как бы конец октября начало ноября на природе естественно холод естественно ветер естественно дождь и здесь пуховик себя показал хорошо потому что он хорошо грел и в статике когда меня некоторым приходилось там находить находиться и в движении он хорошо защищал дождя он прекрасно пропитка хорошо отталкивает воду не ну нормально нормально держит вот я уже тут давно сижу под дождем параскопным обстоятельством он не порвался несмотря на то что приходилось ходить по лесу и зацепляться за ветки что приятно но были конечно и не очень приятные ощущения во первых он слегка лес но я потираю ручки потому что поскольку он лес у меня появился материал который мы можем посмотреть под микроскопом и вторая тема которая с ним была не очень приятной но характерная для китайских пуховиков он воняет ну то есть в обычной жизни он не воняет в ну в походе или вот в экспедиции в данном случае как только я взмокал я сразу чувствовал этот не очень приятный запах сначала первый раз когда в своей жизни я его начал почувствовал я решил что у меня спальник вонял я думал что что такое неужели все я теперь старая так воняю но оказалось что это не я оказалось что это пух окей как пресловутые 800 фп спросите вы меня и я скажу что в принципе да он после нахождения в сжатом состоянии он хорошо вас восстанавливается у меня есть пуховик от фирмы джек волскин я записал печальный ролик с матом поэтому пришлось оставить только на бусти его нету в открытом доступе но в общем я крайне недоволен был именно тем что он слеживался превращался в сосульку здесь я вижу в общем сохранившийся объем после пару месяцев использования и еще одна вещь которую я заметил уже использую его это то что в нем холодные швы ну в общем наверное если использовать пуховик в домисезонье наверно это не так принципиально но тем не менее мы обязательно сегодня проверим не зря покупали тепловизор для проекта лаборатория не зря поэтому посмотрим как потери тепла через холодные швы принципе пуховик относится к средней ценовой группе он как раз в два раза дешевле чем тот самый пресловутый пуховик от джека волскина и в принципе я им конечно доволен ну теперь берем микроскоп берем тепловизор и разбираемся более подробно видны ли потери через холодные швы под мышками лайки это хорошо ужасные лайки но подписка лучше и так благодаря тому что наш уважаемый пуховик и гисмакс сорил немножко пухом мы получили образцы давайте сначала посмотрим образец пера прям таки достаточно много из него период вывалилась скажем честно у вас появится фото появится появится ну такое перышко вот уважаемые коллеги кто специалист скажите пожалуйста что вы скажете по поводу этого перышко а дальше мы сейчас уберем перышко и положим пушинку и вот выглядит она примерно так давайте сравним с образцами пуха из пуховика tech top давно два года назад я его покупал он два года отслужил веры и правды правда потоньше такой больше похож на пуховую рубашку я делал о нем отдельное видео вот давайте посмотрим чего у него удалось выловить вижу ну и есть у меня шальная мысль взять да и брызнуть водой сверху на оба образца что будет интересно будет как-нибудь видно если нанести сверху воду работает обработка пуха или нет отводим и прыскаем водичкой вероятно конечно нужно больше количество воды и потом отжать как это делают иногда на образцах но на данный момент я не вижу ни малейшей разницы между водоотталкивающим пухом пропитанным и не водоотталкивающим сейчас я вам сделаю кадра и того и другого мокром виде первый кадр мокрый пух с водоотталкивающей пропиткой второй кадр пух без водоотталкивающей пропитки оба пуха ну нет вот сейчас про прошествии некоторого времени становится видно что пух с водоотталкивающей пропиткой лучше перенес намокание а пух без водоотталкивающей пропитки слипся и превратился фактически в незаметную вещь, в незаметную субстанцию. Сейчас я попробую вам сделать макроснимок. Да, вынужден признать, что водостойкая пропитка, ну, по крайней мере, мы видим ее проявление. Друзья, проект лаборатория это система поддержки нашего канала, система поддержки наших исследований через бусти. Участники проекта делают небольшие взносы на покупку оборудования, снаряжения, расходных материалов для исследований. Ну, вот, например, микроскоп, который вы видите, куплен на эти деньги. Взамен они получают весь материал по исследованиям раньше, чем все другие. Эксклюзивные ролики, эксклюзивный контент, закрытые розыгрыши и интересные общения, связанные с изучением свойств снаряжения и вообще снаряжения. Потому что у нас есть и секретный канал в Телеграме, и система общения, обмена опытом. Поэтому там на бусти, как мне кажется, складывается очень интересное сообщество. И я приглашаю вас к этому сообществу присоединиться. И тем самым вы одновременно поддержите развитие нашего канала. Отдельно хочу поблагодарить всех, кто поддерживает наш канал на протяжении последнего года, когда этот проект лаборатория развивается. Друзья, сначала по техническим свойствам пуха. Пух 800 фп, белый гусиный пух, действительно показался мне достаточно упругим и восстанавливается он после сжатия лучше, чем пух с низкими показателями и серой утиной. И пропитка также себя проявила. То есть мы видим, как бы, как она работает. Нельзя сказать, что это прям какие-то космические свойства, когда на него в воду льешь и она скатывается, как это происходит с пропиткой, которая на ткани. Но при этом это вполне рабочий вариант. Что касается самого изделия, мне оно понравилось. Хотя оно не лишено недостатков. Самое неприятное для меня это то, что он пованивает. А качество изготовления то, что иногда вылезают отдельные пушинки или перо. Ну, я не вижу здесь большой проблемы для пуховика, для походов. Если использовать его, конечно, для обычной жизни, это может быть не очень приятно, если вдруг по машине начнет что-то летать. Если говорить о конкурентах, то мне приходилось встречать пуховики в два раза дороже и хуже, как у Джек Волскин. Или у меня есть пуховик декатлоновский кечуа, который стоил примерно тех же денег, но он имеет теплые швы. И в этом смысле он несомненно выигрывает. Кроме того, он больше, объемнее, но на более холодную погоду. Если же говорить о альтернативе такого легкого пуховика, потому что здесь он занимает среднее положение, если вы хотите более легкий пуховик, то я бы, конечно, рекомендовал пуховик TechTop, на который у нас сделан обзор, который стоит в два раза дешевле, чем Aegis Max, который имеет средние показатели по пуху, естественно, но, тем не менее, за свои деньги он отслужит вам примерно, наверное, то же самое время и совсем ничуть не хуже. Вот. А если вам нужен средний пуховик для ходьбы там и в городе, и на природе, то пуховик Aegis Max, мне кажется, вполне приемлемым вариантом. Вот такая обстановка, всем хороших походов и до встречи в поле!